Здравствуйте! Ну что ж, я думаю, что стоит поговорить о послании Лукашенко так долго ожидаемом, несколько раз переносимом и поговорить с точки зрения, что сказал и что не сказал Лукашенко. Напомню, что само послание парламенту и народу должно было произойти весной. Но весной был разгар коронакризиса, так называемого. Соответственно, логично было бы его перенести на более поздний срок. Честно говоря, я думал, что оно пройдет 3 июля во время всенародного хурала, но тогда как раз-таки был еще элемент такой определенной политической нестабильности либо неопределенности, потому что и коронакризис не закончился, и кампания альтернативных кандидатов была, как говорится, на пике. Поэтому были тоже, возможно, свои проблемы у окружения Лукашенко. Сейчас тянуть некуда, ну и, насколько я понимаю, решили ступнуть к тяжелой артиллерии и решили запустить его сейчас. Несмотря на то, что у Александра Лукашенко явно что-то не так со здоровьем. По крайней мере, с точки зрения голоса, с точки зрения того, сколько и как он держался на публике, были определенные вопросы. То есть явно человек ознобила, человек вытирал регулярно пот, но... А с другой стороны, если говорить о каких-то теориях, что вот сейчас он возьмет там резко ухудшится состояние здоровья белорусского диктатора, он там угрет и так далее, и будет перезагрузка, но я думаю, что пока что рано. Потому что, несмотря на то, что Лукашенко чувствовал себя немножко нехорошо, как бы там ни было, он спокойно выдержал полуторачасовое обращение. Да, в основном, зачитывалось бумажки. Но, тем не менее, что есть, то есть. Давайте говорить, что будет дальше и как будет дальше. С чего начать? Начать стоит с того, что если рассматривать сам текст, а текст, кстати, написан достаточно серьезно, то его стоит разделять на несколько блоков, потому что там были, с одной стороны, тактический блок и стратегический, и с другой стороны, были посылы. Причем посылы шли сразу по нескольким направлениям. Это внешнеполитические посылы, что само собой, это внутриполитические посылы собственной вертикали власти либо собственным элитам, и внутриполитические посылы, в том числе оппонентам. И если анализировать все эти процессы, весьма-весьма интересно. Давайте начнем с тактики. То есть, тактическая часть. То, что есть сейчас, то, что будет дальше. С точки зрения политики. То есть, да, Лукашенко, насколько я понимаю, он явно понимает, он отдает себе отчет в том, что в коммуникации власти с обществом он сегодня проигрывает. Причем проигрывает серьезно. Что есть серьезные проблемы. Что во многом эти проблемы определены, среди прочего, неповоротностью самой государственной машины. И, само собой. И второе, что сейчас период мирового экономического кризиса, когда будет экономику как Беларусь, так и соседние государства штормить. То есть, я оставлю в стороне пассажи о падении экономик Италии, Франции, Испании и так далее. То есть, это отдельно, это естественно. Но давайте поговорим с точки зрения сути посланий и тех образов, которые использовал Лукашенко. Во-первых, если мы говорим о послании к обществу. То есть, очевидно, что по состоянию на сегодня Лукашенко вот пассажем про сельское хозяйство, пассажем про заводы и так далее, он апеллировал в первую очередь к своему традиционному электорату. Те же самые разговоры о 90-х годах, о бандитизме, те же самые разговоры о приватизации. Лукашенко апеллировал к своему традиционному избирателю, который знает содержание, если можно так сказать, этих либо сказок, либо этих историй. И он традиционно либо боится, либо воспринимает на ура. Поэтому в агитации по состоянию на сегодня, если мы берем краткосрочные или сиюминутные перспективы, Лукашенко потерял надежду, и он не будет пытаться сегодня воздействовать на городской средний класс, который по состоянию на сегодня является, назовем так, ядром протестных настроений Беларуси. Он будет бороться за своего традиционного избирателя. И он будет бороться в первую очередь за избирателя райцентров и ниже, то есть мелких населенных пунктов. Это может показаться странным, но как бы там ни было, это более 60% населения Беларуси. Этого вполне может хватить для того, чтобы обеспечить более-менее удобоваримые результаты выборов. Если даже считать честно, я не говорю, что он наберет 50%, это сейчас решается, сможет ли он набрать честно 50% плюс 1 голос. И вот в борьбе за этот показатель, не за 60, не за 70, не за то, что гласит госпожа Ермошина, а именно 50 плюс 1, именно в борьбе за этот показатель, ключевая целевая группа – это жители небольших населенных пунктов и села. Раз. Второе. Это не представители, назовем так, новых профессий. Это не представители экономики знаний, это представители старой экономики. Два. Третье. Если говорить о своих чиновниках, то пассажи о персональной ответственности и так далее, экономически-неэкономически, они говорят о том, что, в принципе, в Беларуси будет из кризиса начала середины 2020 года будут сделаны серьезнейшие выводы. И, соответственно, в ближайшие полгода нам стоит ожидать большой-большой кадровой чистки внутри властной вертикали. Она будет точечной, она будет достаточно масштабной. В том числе это коснется, среди прочего, и силовиков. Кстати, теперь, с точки зрения новых медиа и вот второй группы городской, средний класс и иже с ними. А также белорусская оппозиция и все остальные. Вот тут пассаж весьма-весьма интересный. Первое. Хочу заметить то, что Лукашенко заявил, что власть, точнее, он сказал, что государство будет идти, как раз так он говорил, там и Телеграм, и социальные сети и так далее. То есть власть будет идти путем создания своего присутствия, либо своего вала в социальных сетях, в новых медиа, чтобы выйти как раз таки на ту группу населения, которые не охвачены государственными телевидениями и газетами. Причем Лукашенко сам назвал дедлайн. И там сказал, что государство за полтора года это все переварит. То есть полтора года. После этого, ну тут уже переход немножко к стратегии, два интересных пассажа Лукашенко. Первый интересный пассаж Лукашенко о партийном строительстве, об изменении Конституции. То есть это, насколько я понимаю, это была заготовка более ранее, еще начало двадцатого года, сейчас она просто сработала. Итак, действительно, скорее всего в Беларуси ожидаются изменения в Конституцию, где будет формироваться так называемая демократическая ширма и где будут создаваться партии, либо стимулироваться создание партий. При этом власти явно необходимо две-три, а то и больше оппозиционных партий, якобы оппозиционных, которые как раз таки будут канализировать или утилизировать протестное настроение вот среди новых социальных групп. Кто будут эти партии, ну естественно Лукашенко не сказал. С другой стороны, есть интересная вещь, а раньше в значительном мере я предполагал, что ядром одного из таких проектов, которые будут работать в тесной связке с властью, может стать господин Цепкало, сейчас пока что Лукашенко на него обижен. То есть исходя из логики, на определенном моменте, скорее всего не так давно, что-то пошло не так. Это уже забавно, это уже интересно. То есть это предмет отдельного анализа. Но это не означает, что невозможно возврат назад. Кстати, и компания Цепкало, и компания Вабарыка, она идет как раз таки в логике создания партийных проектов на будущее, не в логике победы сегодня. Следующий этап, пассаж, это как раз таки, если брать тактический, это удар по риторике оппонентов. В первую очередь риторике компаний, которые разврачиваются вокруг госпожи Тихановской, а именно в том числе о том, что управлять будут старые чиновники, что это временный кандидат, потом возврат к Конституции 1994 года и так далее. То есть это пытается перебить разговорами о новой Конституции раз, и второе, апеллированием и разговорами с чиновниками, мы построили страну, и разговорами о том, кто и как будет проводить выборы. То есть Лукашенко явно намекнул, что, ребят, но парламент остается тот же самый. И вот тут, на мой взгляд, конечно, если бы Лукашенко хотел добить оппонентов, ну точнее его команда, можно было бы сделать даже сильнее. Если госпожа Тихановская заявила, что будет работать с теми же самыми представителями власти, ее можно было бы выпустить перед Лукашенко на 30-40. Контраст был бы сильным, но этого не произошло, то есть об этом рассуждать не будем. Будем говорить о том, что дальше. С точки зрения экономики, тактика. Ближайшие полгода это будет период завершения крупных инвестиционных проектов, то есть я имею в виду вывода их, и попытки закручивания гаек в экономике, то есть выжимания всей возможной выгоды и оценки, что из этого является еще эффективным, то есть что можно спасти, что нельзя. Именно поэтому идет разговор о планах, именно поэтому идет разговор в том числе о стабильности. Если говорить о инвестициях и работе на внешних рынках, очень интересно. То есть заметьте, когда Лукашенко говорил, что не будет внешних инвестиций, что все страны или большинство стран занимаются протекционизмом, то в первую очередь он говорил о Европейском Союзе. Там действительно инвестиции из ЕС, скорее всего, Лукашенко не ожидает. Но, заметим, он очень мало в этом ключе упоминал Соединенные Штаты Америки, но вообще не упоминал Китайскую Народную Республику. Поэтому в краткосрочной перспективе, скорее всего, Беларусь продолжит путь сближения с Китаем, но как следствие она будет подтягивать США, просто как противовес уже Китаю. Тем более, что США сами не против, как минимум, поучаствовать в схеме. Поэтому в этом отношении уже интересно, по крайней мере, на ближайшие полтора-два года. Крупной приватизации? Крупной приватизации не будет. Но, в принципе, это не потому, что Лукашенко этого так категорически боится. Он боится большой чековой приватизации, либо приватизации с участием народа. Слишком много собственников. То есть точечно приватизация, она продолжится, но снова-таки вопрос, кому? Потому что пока что наиболее явные претенденты это представители Российской Федерации. Вот тут как раз таки тактика и стратегия, если мы говорим о России, очень интересны пассажи Александра Лукашенко на ближайшее время. То есть Лукашенко практически начал свое выступление с внешней политики, с внешнеполитических балансов, где он заявил о том, что Россия, мол, отказывается от статуса брата, как бы не захотела быть братским государством, но пусть будет партнером. И следующим буквальным предложением он перечислил целую серию так называемых стратегических партнеров, где Россию забыл упомянуть, уже интересно. То есть, соответственно, по крайней мере, в краткосрочной перспективе это свидетельство о том, что конфликт с Российской Федерацией не вышел, как говорится, на путь улучшения, либо по направлению к улучшению. Это значит, что Россия по-прежнему настаивает на движении по пути, так называемой пути интеграции. Для Лукашенко это по состоянию на сегодня крайне неприятно. Второе. Явные угрозы России, либо угрозы, не угрозы, но хотя можно сказать, что угрозы России, что в случае проблем в Беларуси, это докатится до Владивостока. То есть, очень интересно, правда? Идем в следующий этап. Следующий этап после этого, на что также стоит обратить внимание, это пассаж об Украине. Лукашенко в очередной раз, это уже не первый раз на протяжении последних нескольких лет, он говорит о войне в Украине. Война в Украине, это, еще раз, речь идет как раз-таки не о конфликте, как это было раньше, официальная версия, а именно о войне. То есть, Лукашенко явно дает сигнал, в том числе Украине, о том, что, ну, в принципе, готовы работать и по вашей целевой рамке. Тоже интересно, тоже неплохо. И, наконец-таки, еще один интересный пассаж, это о собственности на землю. Это непосредственно связано с такой вещью, как приватизация. То есть, Лукашенко сказал, что частной собственности на земле сельхозпроизводства государственного не будет. При этом он пугал Украину. Пугая Украину, он пугал, в первую очередь, распоеванием. Еще раз, для Лукашенко страшно, не приватизация сама по себе. Для Лукашенко страшно, приватизация широкая. С массовым участием граждан. Поэтому, на данный момент, ключевой задачей в стране, на ближайшие годика-два, скорее все станет, предложение вот именно этой новой идеи, продажи хуторов, свободных участков, то есть, грубо говоря, земельного нериквида, даже по бросовым ценам, гражданам, чтобы за определенное время получить энное количество так называемых собственников, которые не будут передвигать претензии на остальные земли. То есть, им всегда можно будет сказать, кто хотел, кто купил. Это с точки зрения тактики. Теперь, с точки зрения среднесрочных перспектив. Очень интересная вещь. Начну я, скорее всего, как раз-таки с внутренней политики информационного поля, о чем уже говорил. Итак, напомню, что Лукашенко заявил, что власть будет выходить в информационное поле, она будет работать с новыми медиа. И сказал, что государству на это понадобится полтора года. Следующий пассаж он сказал про политические партии. То есть, я предполагаю, что... Причем заявив, что новая конституция, закон о политических партиях будет принят уже этим составом парламента. Не исключаю. Как это будет происходить? Для того, чтобы выйти на новую конституцию. Новая конституция – это усиление роли тех же самых политических партий. Если уж применять, потому что два раза делать не будет, это перевыборы парламента, соответственно, поэтому нужны уже новые партии. Поэтому это произойдет после того, как власть войдет в область новых медиа. Это бота-фермы, это тролли, это своя информационная политика, свои каналы и так далее и тому подобное. Это то, что будет. Второе. Заметьте еще одну очень интересную вещь. Лукашенко при всем том, при том, что он говорил, что с реформой эта вещь аккуратно и так далее, он говорил о цифровизации. Об электронном правительстве, электронном государстве. Что это такое? Хочу заметить, что уже даже сегодня определенные проявления этого есть. Например, если в Польше необходим консульский учет для иностранцев, которые будут голосовать на выборах президента. Например, в Украине не надо, потому что в Беларуси с этих выборов работает единая электронная база избирателей. Про нее не афишируют, но, по крайней мере, в Украине можно прийти с паспортом. И ты уже по базе пробиваешься, что ты тут проголосовал. С другой стороны, поскольку политический момент требует того, то есть бумажные списки они будут по месту жительства, и там ты, ну, может так оказаться какая-то ошибка, что ты там тоже проголосуешь. Но сам факт, что электронная база есть. Дальше разговор об умном городе. Это те же самые камеры видеонаблюдения и так далее. Умное гражданство и все остальное. О чем идет речь? Речь идет о том, что по состоянию на сегодня, да, наше счастье, это вот я прочел у одного из филосистов, если не ошибаюсь, у Гориного Максима, что пока что по состоянию на сегодня наше счастье, что мы пытаемся противостоять диктатуре в стиле Брежнева. То есть газетой, правда, условно говоря, с телевизием и так далее. Но они диктатуре в стиле Дэн Сеопина или Сэдзи Пиня. А вот если мы выберем новый китайский вариант, это цифровая диктатура. Это намного более жестко. То есть формально она будет мягче, она будет красивее и так далее. Умные города, оплата личикам, когда ты ткнулся, но когда оплата личикам, это твоя банковская карта, твоя кредитная история, все, все, все. Поэтому, господа, как минимум, стоит быть готовым к тому, что в ближайшее время это все будет развиваться и мы будем все больше и больше уходить. С одной стороны, в так называемую параллельную реальность электронного правительства, электронной политики. С другой стороны, это может выглядеть как развитие демократических процедур, с другой стороны, это то, что всегда может быть завернуто в нужное русло. Вопрос просто, кто контролирует сервера. Но я прошу прощения, что утрирую. Поэтому это стоит ожидать. О новом медиа и всему остальному. И тут очень интересный пассаж по символике, что символику мы никуда никуда не отбрасываем. Первое. Хочу напомнить, что за герб погони белокрасно-белый флаг можно было отгрести сутки еще 5-7 лет назад. Сегодня это уже сложно, но пока еще можно. По вангу и немножко, что годика через 2-3 белокрасно-белый флаг будет объявлен тоже национальным достоянием, будет охраняться государством, будет использоваться как исторически. Для чего? Он будет выведен из протестного поля. Он не будет принадлежать только оппонентам Лукашенко. Это будет флаг власти. Точно так же, как власть сегодня пытается и почти уже сделала с гербатой. То есть, в среднесрочной перспективе во внутренней политике власть постепенно будет бить по каждому аргументу, по каждой точке концентрации протестных настроений. Репрессии, хорошо, мы это забираем. В символиках, хорошо, мы это забираем. Еще что-то, мы это забираем. Естественно, по-своему, естественно, со смещением смысла, но это будет продолжаться. Таким образом, но вы имеете символик остальной. У оппонентов Лукашенко, грубо говоря, полтора-два года на то, чтобы думать, каким образом можно работать по-новому. Если этих мыслей не будет, если результатов такого думания не будет, ну прошу прощения, тогда мы пролетаем. Пролетаем так жестко, как в фанерной Париж. Теперь следующее. Экономика. Судя по тому, что Лукашенко говорит, то есть, с одной стороны, планирование, все эти большие инвестиционные проекты, это в чем-то схоже на поздний галлизм, то есть, скорее всего, власть будет дальше продолжать пытаться идти путем создания точек роста. То есть, точечные инвестиции и так далее. Хорошо, допустим, что это, возможно, имеет место быть, но это на годика, на два, на три. Дальше, снова-таки, все зависит, вспоминаем, о внешнеторговых партнерах, либо политических партнерах, кого же дают инвестиции, это Китай, США. Дальше очень много будет зависеть от политики и от конфликта этих двух государств. И, наконец-то, с точки зрения внутренней политики, с точки зрения, точнее, внутренней экономики, Беларусь все больше и больше будет скатываться в такой вещи, как защита собственного рынка, как продвижение исключительно своего, то есть протекционизма. На этом фоне очень интересны среднесрочные перспективы. Белорусский протекционизм невозможен в рамках тех регламентов евразийского экономического сообщества. Он невозможен тогда, когда те же самые антидеппинговые меры или методы применяются либо разрабатываются не в Минске, а разрабатываются в Москве. Поэтому на уровне ЕС, скорее всего, тоже будет очень интересная, скажем так, пикировка, но не сейчас, а где-то 21-го, конец 21-го, 23-го. Поэтому, если кратко, ближайшую перспективу. Результаты выборов будут рисовать, будут зажимать гайки в краткосрочной перспективе. Но тут очень интересно, те же самые посылы Лукашенко насчет протестного электората, что это все наши люди, и мы с ними будем работать. То есть позже будут попытаться канализировать недовольство этих людей, создавая псевдооппозиционные партии. Если говорить о судьбе трех женщин, триумвирата, так называемого, скорее всего, у них больших сложностей не будет, потому что репрессии пройдутся по их окружению, там репрессии будут капитальные, а их самих как символ особо трогать не будут. Тем более, что Лукашенко-то поблажно от них высказался. Если говорить дальше об изменениях политической ситуации, очень на это будет влиять то, насколько будет продемонстрирован, либо насколько будет продемонстрирован не точечный протестный потенциал населения, а именно протестное настроение как таковые, то есть запрос на перемены. Потому что точечно его утилизируют, я думаю, что на протяжении августа-сентября. То есть, естественно говоря, у ближайшей перспективы, просто 9 августа будут протесты 9 и 10, будут протесты и немножко до конца августа, но я думаю, что до середины сентября с этой проблемой, как говорится, власть из нее выйдет. Кто виновер? Это не значит, что противостояние исчезнет, но, скажем так, его накал резко уменьшится. Вот такие краткие быстрые выводы. В чем-то они позитивные, в чем-то негативные, но как минимум в ближайшие месяца полтора-два будут очень напряженными, то есть очень жесткими, в том числе со стороны власти, но при этом Лукашенко будет стараться не переходить к красной линии. До конца года, скорее всего, будет разрастаться конфликт с Российской Федерацией. Явный, либо неявный, но он будет, и он будет набирать обороты. Беларусь будет дальше пытаться работать, в первую очередь, в качестве внешнеполитических партнеров США и Китайской Народной Республики. То есть ребятам из ЕС будет оставлена роль товарищей, подносящих патроны, либо просто статистов. Но одновременно с этим будет расширяться работа с соседями Беларуси. И тут очень интересно, кстати, инициатива Украины по привлечению Беларуси в Люблинский формат. Это консультация на уровне МИДа между Польшей, Литвой и Украиной, куда сейчас будут приглашать Беларусь. Поэтому со странами соседями будет. И будут очень интересные события развиваться на украинском направлении. Но это отдельная тема, по которой придется много и много говорить и писать видео. Потому что там могут быть прорывы как выгодные для обоих стран, так отдельные для Украины, так отдельные для Беларуси. Но хотелось бы, чтобы это было и для Минска, и для Киева одинаково. На этом у меня все. Видео понравилось. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал, поддерживайте меня, подписка на Патреоне. Потому что подписка на Патреоне стимулирует меня тратить все новые и новые темы. Всего вам наилучшего!